Чуть больше года назад в Центре национальных культур открылся Театр танца «Ритмы Арктики» под руководством молодого хореографа Натальи Губы. За короткое время наставница смогла собрать хороший танцевальный коллектив, который сразу заявил о себе на главной русалинской сцене. Первые успехи радовали и вдохновляли юных танцоров на дальнейшую работу. И вот усиленные тренировки и целеустремленность привели ребят их руководителя к серьезным результатам. Каким, расскажет моя коллега Екатерина Захарова. Понедельник для районного центра выдался удачным, потому как неделя началась с триумфального возвращения участников открытого международного конкурса фестиваля хореографического искусства. Хрупкие ямальские девочки вместе со своей молодой руководительницей привезли с этого конкурса диплом второй степени и, похоже, даже сами до сих пор не верят в такой успех. Мероприятие проходило в Москве. На конкурс со всей страны съехались уже довольно именитые коллективы, которые не впервые пробуют свои силы в состязаниях такого уровня. Для иерсалинской делегации, которая в единственном лице представляла Ямалоненецкий округ, сам факт участия в этом конкурсе уже был огромной удачей. И современные народные, и классика, и спортивно-бальные, и художественная гимнастика, разных направлений было очень много. А что презентовали вы? У нас было народный трио, народный соло и один был эстрадный детский танец. По словам конкурсантов, в сторону жюри было даже страшно смотреть, потому что там сидели известные на всю страну лица, которые не сходят с экранов телевизоров. Особенно приятно было вживую увидеть членов жюри телевизионного конкурса «Танцы на ТНТ» Егора Дружинина и Снежану Крюкову. С трудом преодолевая волнение и собрав всю волю в кулак, юные северянки показали себя во всей красе и получили заслуженную высокую награду. Жюри было действительно строгое. Боялась смотреть на них, но все равно как-то смотрела, получалось само собой. Пыталась выложиться на все сто. Не знаю, вроде получилось, но не совсем. Были ли сложнее испытания в твоей жизни на сегодня? Или это пока самое такое? Это самое такое страшное было, что в моей жизни, но я считаю, что я справилась. Четыре солистки – это лишь скромная часть уже довольно внушительного коллектива, который сегодня насчитывает 80 человек от трех и более лет. На счету у молодого коллектива уже свыше 20 хореографических номеров и различных танцевальных зарисовок. Такая плодовитость вполне объясняется кипучей энергией и целеустремленностью педагога, в портфолио которого уже немало самых разных наград различного уровня. Это, конечно, большой резонанс, я считаю, для культуры Ямальского района, поскольку, как мне известно, что с Ямало-Ненецкого округа вообще не было ни одного коллектива. То есть мы одни представляли Ямало-Ненецкий округ. Ну и, собственно, мы очень рады. Я это понимаю, в истории театра танца Арктики это, наверное, пока самая такая внушительная награда. Да, самая внушительная, самая такая выбитая потом и трудом. Ну, конечно, Наталья скромничает, потому что вместе с дипломом второй степени ее воспитанницы также привезли два диплома первой степени в разных номинациях уже с другого международного конкурса, который проходил в заочной форме. На первый международный хореографический турнир под названием «Танцевальное время» были отправлены видеоролики сольных выступлений двух участниц этого коллектива – Лилии Чехмар и Айзе Казанлиевой. Оба выступления покорили зарубежное жюри и были оценены самым высшим баллом. Для обеих девочек это событие стало шоком, ведь о своем участии они даже не знали. Для меня был шок. Я сначала первые пять минут вообще просто в шоке была, а потом уже думаю, это же так классно в международном конкурсе первое место занять. Не ожидал другого. Я просто знаю возможности, способности, ее характер. Очень благодарен их руководителю Наталье Алексеевне за то, что она занимается с ними, воспитывает характер. Я не знаю, я очень рад, я очень соскучился. Впереди у ямальских танцоров еще немало побед, но на пути к триумфу стоят долгие часы кропотливой и довольно тяжелой работы, которая им вполне по плечу. А пока можно просто порадоваться своей первой и заслуженной победе. Екатерина Захарова, Дмитрий Конышев, Виктор Утробин, Ямальское телевидение, Ярселе.